Хорошую новость водители узнали еще в прошлом году. Госпошлину на допуск к участию транспортного средства в дорожном движении отменили, взамен введен обязательный для всех автовладельцев, но существенно меньший по стоимости транспортный налог. От его уплаты прохождение гостехосмотра теперь никак не зависит, а сам налог рассчитывают и предъявляют к уплате плательщику налоговой органы. Транспортный налог уплачивается за любое транспортное средство, состоящее на учете в ГАИ и выпущенное начиная с 1991 года. Ставки транспортного налога установлены приложением 20-м к налоговому кодексу и зависят от разрешенной максимальной массы, вместимости или определяются за одну единицу транспортного средства. Освобождаются от транспортного налога отдельные категории транспортных средств – это электромобили, спецтранспорт, числящиеся в угоне, украденные, снятые с учета до 1 июля 2021 года и транспортные средства, специально оборудованные для использования инвалидами. Важное обстоятельство, которое необходимо иметь в виду – льготы в части транспортного налогообложения. Сэкономить смогут отдельные категории граждан, но только при условии наличия действующего водительского удостоверения. На 50% снижены ставки транспортного налога для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств, для инвалидов 1-2 группы, для пенсионеров, достигших общеустановленного пенсионного возраста или лиц, имеющих право на пенсию со снижением общеустановленного пенсионного возраста, для родителей в многодетных семьях. На 25% снижены ставки транспортного налога для инвалидов 3-й группы. Дополнительно освобождение может быть предоставлено местными органами власти, физическим лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Исчисленные на основании извещения налогового органа суммы транспортного налога необходимо уплатить не позднее 15 ноября 2022 года. При наличии вопросов по предъявленным к уплате суммам физические лица могут обратиться в налоговый орган по месту жительства.